Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы в программе Alma Mater. Меня зовут Михаил Ягафаров, я доцент кафедры физической химии Химического института имени Бутлерово Казанского федерального университета. И у нас в гостях директор химического института, доктор химических наук, доцент Марат Ахмедович Зиганшин. Сегодня мы хотим с Маратом Ахмедовичем обсудить очень важное явление в химии, которое встречается повсеместно, играет огромную роль и в технологических процессах, и в жизни человека. Это каталис. Марат Ахмедович, я слышал, что при поддержке Ленара Ренатовича в 2023 году на базе химического института была открыта фабрика катализаторов. Можете рассказать поподробнее о нашей фабрике? Спасибо, Михаил Искандарович. Я немножко начну, может быть, сначала. Каталис – это очень важное явление. Более того, благодаря этим хитрым молекулам, катализаторам, мы с вами и живем. Все биохимические процессы в наших организмах протекают при их поддержке. Что касается фабрики. Действительно, в 2023 году на базе химического института была открыта фабрика катализаторов, которые занимаются производством гетерогенных катализаторов для нужд нефтеперерабатывающих компаний. Ежегодно Республика Татарстан потребляет большое количество катализаторов. Суммы, которые тратятся на эти вещества, эти соединения, колоссальны. Это более миллиарда рублей. И, соответственно, собственное производство позволит нам, скажем так, и снизить зависимость от импортных аналогов, а также позволит нам развивать направление, связанное с гетерогенным катализмом, что является на данный момент очень важным для Российской Федерации. Если говорить о слове катализатор, то, наверное, в нашем обиходе, в первую очередь, что приходит в голову, это каталитический конвертер, который находится в автомобилях. И призван это устройство повысить экологичность автомобилей. Я скажу из истории. 1975 год, Токио, автомобильный транспорт, большой трафик. На улицах города стоят кислородные аппараты для того, чтобы люди, которые задыхаются от смога, могли немножко поддержать себя, не упасть в обморок. И вот в этом 1975 году впервые изобретают как раз автомобильный конвертер. И все стало гораздо лучше. То есть воздух стал чище. Неприятные соединения, которые образуются при неполном сгорании топлива, так называемые летучие органические соединения, лосы, угарный газ, который образуется при неполном сгорании, стали окисляться до безопасных воды и углекислого газа. Поэтому, конечно же, каталитический конвертер, это очень важно в автомобилях. И современные автомобили являются достаточно чистыми устройствами, которые не так сильно загрязняют окружающую среду, как, скажем, какая-нибудь химическая, нефтехимическая промышленность. Но сам катализатор, история катализа имеет глубокую историю. И вы, как доцент кафедры физической химии, наверняка знакомы с этим явлением. И можете подсказать зрителям, что же такое катализатор в более широком смысле. Да, давайте расскажем. Вообще катализатором называют химические вещества, которые ускоряют реакцию, но при этом не расходуются в ходе химического процесса. Также они не смещают химическое равновесие в системе. То есть они не изменяют, например, выход продукта. Первая публикация о катализаторах появилась в 1817 году за авторством английского ученого Хемфри Дэви, который также известен своими работами и открытием металлов первой группы, таких как натрий, калий, в электролитических процессах. Хемфри Дэви изучал горение углеводородов в смесях с воздухом. И он заметил, что если ввести смесь углеводорода и воздуха, какого-то газообразного углеводорода, например, природного газа, если в такую смесь внести платиновую проволоку, нагретую, то эта платиновая проволока будет еще сильнее нагреваться, на ее поверхности будет протекать реакция. А если внести платиновую проволоку в уже горящую смесь воздуха и углеводородов, то, более того, вспышка будет еще сильнее. Так стало понятно, что платина каким-то образом участвует в этом химическом процессе, но при этом сама по себе не тратится. Платина — это металл очень инертный, и Хемфри Дэви изначально использовал ее совершенно для других целей. Он не предполагал, что платина будет как-то участвовать в этом процессе. Ему нужен был какой-то инертный, не участвующий в реакции металл, который бы просто проводил тепло от печки к реакционной смеси. А вот оказалось, что платина играет такую очень важную роль. И с тех пор было открыто очень много реакций, в которых платина как раз-то играет такую же роль. Интересно, что платина — вот такой дорогой металл. Она в том числе замечательна тем, что катализирует огромное количество химических процессов. Водушевившись работами этого химика, Янс Якоб Берцеллиус в 1835 году, если мне память не изменяет, ввел в обиход понятие катализа. То есть он использовал латинское слово, которое, по сути дела, означает «разрушающий». И он говорил, что вот эти вещества, молекулы, катализаторы, это молекулы, которые разрушают другую молекулу, заставляя ее превратиться во что-то иное, но сами не встраиваются в структуру этой молекулы. Да, давайте обсудим, а как вообще такое возможно, что вещество, казалось бы, не участвует в реакции, но при этом ее ускоряет. Сейчас более или менее ясен механизм каталистических процессов очень многих. И принцип следующий. Катализатор. Благодаря катализатору изменяется механизм процесса химического. Вообще химические реакции, как правило, не одностазийные. И могут протекать несколько элементарных актов, несколько столкновений между различными молекулами. И из-за введения катализаторов последовательность и вообще сама природа этих элементарных актов, она изменяется. При этом каждый из этих актов может протекать гораздо проще. Катализатор встраивается в эти многостадийные процессы и появляются новые этапы реакции, у которых совершенно другой энергетический барьер. Марла Ахмедович, а что вы расскажете про энергетические барьеры реакции? Вообще это такое непростое понятие. Да, согласен. Но на самом деле представить достаточно просто. Допустим, мы с вами собрались в поход. И наш путь лежит через горный перевал. Понятно, что мы, стартовав из одной долины и желая попасть в другую долину, перейдем по самому низкому пути. То есть мы не будем лезть на пик горы, а найдем перевал. То есть это нижняя точка, через которую мы можем перейти. И вот представьте, мы с вами идем друг за другом или рядом, поднимаемся на этот горный перевал, выдыхаем, добрались до вершинки. Вот то же самое и молекулы, которые участвуют в реакциях. Они также добираются до этого горного перевала. И дальше уже можно спокойно бежать бегом к своей точке исходной. Но тут в дело вступает катализатор. А это наш с вами проводник, который нам кричит. Михаил Искандерович, Марат Ахмедович, смотрите, а вот с той стороны есть другой горный перевал. И там еще более низкая точка. И вам меньше надо затратить энергии для того, чтобы ее преодолеть. Это действует катализатор. Он нам показывает другой путь. То есть, как вы и правильно отметили, катализатор изменяет механизм реакции. Не просто снижает барьер по энергии активации, то есть снижает этот горный перевал, а он нам открывает другой путь, через который нам легче перейти. Это замечательная аналогия. Надо тоже воспользоваться и в своих семинарах. Пожалуйста. Спасибо. Катализаторы, как и механизмы, бывают разные. И механизм действия катализаторов может сильно отличаться. Еще в XIX веке химики поняли, что некоторые каталитические процессы происходят в единственной однородной фазе. Например, в растворе. Вся реакция идет в растворе, и катализатор осуществляет свое действие тоже прямо в растворе. Или, например, в газе. А некоторые каталитические процессы происходят на границе раздела фаз. Например, тот самый процесс, который изучал Хемфри Дэви, горение углеводородов в кислороде воздуха, сам по себе процесс происходит в газовой фазе. Но каталитический процесс, благодаря введению платины, происходит на границе раздела платины-воздух. Углеводород и кислород сорбируются, то есть приклеиваются к поверхности платины, и реакция между ними протекает уже на этой поверхности. И вот процессы, которые протекают на границе раздела фаз, и, соответственно, каталис, который благодаря такому варианту переноса осуществляется, он называется гетерогенным. А процессы, которые протекают в однородной фазе, например, в растворе, они называются гомогенными. И длительное время ученые разделяли таким образом каталитические процессы на гомогенные и гетерогенные. Марат Ахмедович, а как их отличить? Как понять, что катализаторы гомогенные или гетерогенные? Да, действительно, катализаторы могут быть настолько маленькими, что человеческий глаз не увидит эту частичку, и для нас это будет казаться однородной средой. А на самом деле реакция протекает на поверхность этой частички. И для того, чтобы управлять процессом, делать его более эффективным, нужно вообще понять, что же там происходит в этой системе. И столкнувшись с этой проблемой, немецкие химики, где-то, по-моему, в начале 1900-х годов, обнаружили, что если к гетерогенному катализу, там, где участвует металл, добавлять ртуть, то скорость реакции замедляется. Это связано с тем, что ртуть растворяет металлы, образуя раствор, который называется амальгама, и, соответственно, эти катализаторы выпадают из среды взаимодействия. И вот было предложено использовать такой ртутный тест для того, чтобы определить, какой же там все-таки катализ гомогенный или гетерогенный. То есть берем систему, добавляем туда немножко ртуть и смотрим. Если скорость не замедляется катализа, это катализатор гомогенный. А если есть замедление, это катализатор гетерогенный. Ну, к сожалению, не все так просто с этими нано- и микрочастичками оказалось. Ну, может, попозже к этой теме вернемся еще. Да, действительно, понять, почему вообще так было важно понять, какой механизм у каталистического процесса, что осуществляет вот это ускорение реакции. Ну, 80% народного хозяйства, оно держится на каталистических процессах. В частности, производство удобрений сегодня возможно именно благодаря каталитическому процессу, который был открыт и введен, внедрен в промышленность еще в начале 20 века. Это процесс Габера, иногда его еще называют процессом Боша-Габера. Это процесс связывания атмосферного азота с водородом, с образованием аммиака. Реакция Н2 плюс H2 с образованием NH3. Ну, дело в том, что растениям необходим азот. Причем азот не в молекулярной форме, такой, какой он в воздухе, а в какой-то связанной форме, например, в форме нитратов в соединении с кислородом или в форме солей аммония в соединении с водородом. Потому что сам по себе атмосферный азот, он очень инертный. Он ни с чем не будет реагировать. А вот такой азот связанный, он может помогать растениям продуцировать различные питательные вещества, участвует в их росте. И поэтому большинство удобрений, они содержат как раз-то азот. Конечно, есть и другие удобрения, фосфор содержащие, калий содержащие, но азотные удобрения — это база. И длительное время, конечно, эти азотные удобрения использовались, использовались, скажем, и до начала XX века. Удобрения на основе мочевины, удобрения на основе нитратов, селитры. Но их производство было весьма и весьма дорогое. Благодаря вот этому каталитическому процессу преобразования азота и водорода в аммиак, стоимость этих удобрений резко упала и стало возможным, собственно, прокормить все увеличивающееся и увеличивающееся население Земли. Процесс Боша-Габера был введен в промышленность в 1925 году. То есть сам процесс был Бошем и Габером открыт где-то в 1907, 2008, 2010, может быть, году. Уже в 1918 году Габер получил за это открытие Нобелевскую премию. И я вот недавно совсем видел инфографику. Конечно, введение в промышленность было постепенным. И можно сравнить цены на селитру, на другое удобрение, которое добывалось в Чили в больших количествах, в 1925 году и в 1934 году. В 1925 году в производстве селитры в Чили, в добыче, были заняты где-то около 60 тысяч человек. И стоимость селитры составляла 45 долларов за тонну. А в 1934 году количество участников, количество людей, задействованных в этом процессе, снизилось в три раза, а стоимость селитры упала до 19 долларов. Это еще не учитывая инфляцию. То есть реальное падение цены было гораздо более существенным. Почему? Потому что эта селитра была полностью замещена азотными удобрениями на основе аммиака, которые можно было производить прямо из воздуха. Хотя, конечно, Габер — фигура очень интересная и неоднозначная. На вручение Нобелевской премии не пришло огромное количество ученых, потому что Габер также считается отцом химического оружия. И каждый для себя решит сам. С одной стороны, Габер — это отец удобрений в значительной степени, и его изобретение помогло прокормить миллиарды людей. Но, с другой стороны, и таким вкладом он известен. Как вы считаете, Март Федорович? Ну, да, тут, к сожалению, сложно давать оценку, потому что, чтобы дать оценку деятельности человека, нужно попасть в ту эпоху, в его социальную среду, понимать, чем он жил, какими руководствовался идеями. Ну, что есть, то есть. К счастью, удобрения, которые мы получаем, и Российская Федерация является одним из ведущих производителей удобрений, помогают преодолеть голод в мире, помогают улучшить благосостояние населения. То есть, в этом смысле мы должны быть ему благодарны за открытие этого процесса. Ну, что ж ты сделаешь? Надо понимать, что и до него были яды, были отравляющие вещества, которые, собственно, были получены в природе. Ну, вот, например, приведу пример гадюки бразильской. Ее яд изучал бразильский медик Феррейра Серджио, и он установил, что в этом яде содержится вещество, капроприол, которое снижает давление кровяное. Ну, видимо, у укушенной жертвы падает кровяное давление, и, соответственно, жертва уже не способна либо сопротивляться змее, либо нападать на нее. Он опубликовал эту работу. Его открытием заинтересовался другой медик Джон Вейн, который в это время пытался найти средства от повышенного давления, гипертонии. Многие умирали из-за того, что не могли эффективно найти лекарство. И он изучал вот этот элемент, который выделили из яда гадюки, и установил, что он является таким отрицательным катализатором, который сейчас мы называем ингибитором, ингибитором АПФ. Джон Вейн изучал, собственно, выделенные белковые молекулы, оликопитидные молекулы из яда гадюки, и установил, что они являются ингибиторами ангионтензин, превращающего фермента. Ангионтензин — это такой гормон, который в организме человека вырабатывается, и он способствует сужению наших кровеносных сосудов. В итоге для того, чтобы кровь поступала к мозгу, к органам, к тканям, сердцу приходится все сильнее и сильнее работать, накачивая, повышая давление в системе. И это приводило, к сожалению, к очень неприятным последствиям для человека. И вот установленный механизм этого действия, ингибитор отрицательного катализатора, очень заинтересовал одну фармкомпанию, которая в 1975 году впервые установила строение, синтезировала это лекарственное средство. А с 1980 года оно вошло в обиход человечества. Я думаю, за вот эти 40 с небольшим лет спасло огромное число жизней. Вот этот пример как раз того, как человечество может использовать яды в целях спасения самого себя. Да, такие яды... Вообще есть два термина — каталитические яды и ингибиторы. Иногда их смешивают. В принципе, ингибиторы могут сами по себе замедлять реакции, а могут влиять на катализаторы, которые участвуют в процессах. И каталитические яды — это, собственно, всегда вещества, которые отравляют и мешают катализатору участвовать в процессах. Например, какие-то серосодержащие соединения могут загрязнять и мешать действию благородных металлов, которые участвуют в нехтехимических процессах. И точно так же различные биологические молекулы могут мешать действию биологических катализаторов. Вообще, наверное, интересно побольше поговорить как раз о биологических катализаторах. Для них есть отдельное название, которое многим хорошо известно. Это ферменты. Да, действительно, ферменты — это особый класс катализаторов. Вот, Михаил Искандрович, вы говорили про гомогенный и гетерогенный катализ. А ферменты, они, по сути дела, занимают некое промежуточное место в этих иерархиях катализаторов, поскольку они очень крупные белковые молекулы. И вроде как назвать раствор фермента гомогенным язык не поворачивается. Но, с другой стороны, мы их не видим, они слишком маленькие для нас. Поэтому и говорить про гетерогенность одной молекулы тоже сложно. Поэтому называют микрогетерогенный катализатор. А ферменты — это белковые молекулы, как я уже говорил, которые содержатся в организме любого живого существа. И, соответственно, все те процессы, которые в нашем организме протекают, они протекают благодаря ферментам. И вот тот человек, который изобрел химическое оружие, видимо, понимал, что достаточно блокировать какие-то ферменты, снизить их активность, и человеку будет плохо. И многие как раз эти яды, собственно, и являются блокираторами ферментов, ингибируют их. Да, первым, ну, в общем-то, первым таким вот химическим оружием, первое химическое оружие, это все-таки, ну, весьма простые по своей структуре соединения, но тот же хлор, да, известная атака выприх хлором. Но в дальнейшем химическое оружие совершенствовалось, и очень важный класс боевых отравляющих веществ — это ингибиторы холиностераза, которые препятствуют передаче нервных импульсов, и, ну, собственно, сама холиностераза обеспечивает передачу нервных импульсов, а эти ингибиторы и препятствуют, и таким образом приводят к остановке дыхания. Собственно, и ядгадюки — это тоже ингибитор фермента, андиотензин превращающего фермента, но в малой дозе он уже оказывает благотворное воздействие и помогает бороться с гипертонией. Вообще ферменты могут просто оказывать колоссальное влияние на скорость реакции, гораздо больше, чем синтетические катализаторы, с которыми мы обычно, который химик может получить своими руками, какие-то неорганические катализаторы, платина содержащие, палладий содержащие. И химиков, конечно, такая способность ферментов давно интересовала и на фундаментальном уровне, и на прикладном. И в последние десятилетия ведется также активная работа над тем, чтобы внедрять природоподобные процессы в промышленность и биотехнологические процессы, которые основаны как раз-то на использовании природных или природоподобных ферментов. Такие как... Ну, собственно, самый простой и понятный биотехнологический процесс — это, наверное, брожение глюкозы с образованием спирта. Но понятно, что можно много-много чего такого еще придумать. Различные органические молекулы могут получаться из природного сырья под действием бактерий и каких-то еще таких дрожжевых заквасок. Мы на протяжении всего выпуска говорим, что разработки в области катализа, они остаются актуальными, и вполне понятно, почему. И новые разработки, они вызывают живое внимание научного сообщества. И, ну, например, в 2010 году Нобелевская премия в области химии была вручена за разработки каталитических реакций кросс-сочетания, когда образуется связь СССР. Нобелевскую премию тогда получили Сузуки, Хек и Нойори. Тут можно обсудить одну интересную проблему, которая недавно появилась тоже в связи как раз с реакцией Сузуки, кросс-сочетания между бортсодиращими органическими соединениями и галлогенпроизводными. Интересная история, связанная с реакцией Сузуки, произошла еще до вручения этой Нобелевской премии, потому что реакцию открыли задолго до 2010 года, как это часто бывает. В 2003 году одна группа умудрилась провести реакцию без катализатора. То есть сами по себе реакции кросс-сочетания без катализатора обычно не проходят. Для их протекания необходимы катализаторы на основе благородных металлов или цинка. В общем-то разные могут быть композиции. А вот товарищи из, по-моему, университетского колледжа Лондона, ну, но из Англии смогли провести такую реакцию без катализатора вообще. И очень-очень долго удивлялись, очень долго пытались воспроизвести процесс. И каждый раз получалось. В общем, я думаю, не один десяток раз они попробовали перевоспроизвести этот процесс. И все разы у них получались отличные выходы, 90% продукта. И они опубликовали статью в одном из ведущих журналов, написали, ребята, вы вот используете палладий. Палладий невероятно дорогой. Благородные металлы, которые используются в этих каталитических процессах. В общем, есть риск, что они где-то скоро уже и закончатся. Хотя, конечно, ищут новые месторождения. А мы смогли провести реакцию без катализа. И уже спустя достаточно долгое время удалось понять, что же там такое происходило. Оказывается, что один из реагентов, который использовали ученые для реакции, сам по себе содержал примеси палладия. То есть на этапе его синтеза использовался палладий в качестве катализатора. И он же остался в реакционной смеси и остался в этом соединении. Поэтому эти очень маленькие количества палладий, которые не удалось выявить в ходе подготовки публикации. То есть вы представляете, насколько мало нужно катализатора, чтобы реакция проходила. Вот эти мизерные количества палладий оказали свое каталитическое воздействие. И это было интересным прецедентом. Ну да. Таких прецедентов потом накопилось еще несколько, когда химики, занимающиеся катализом, приобретали органические производные тоже благородных металлов, проводили реакции, изучали механизм, как им казалось, сделали какие-то каталитические модели, генетические модели катализа, пытались управлять им процессом. А впоследствии выяснялось, что эти, вроде как, на первый взгляд, растворы катализаторов жидких содержат, наночастицы, даже кластеры этого металла. И, соответственно, что является катализатором, вопрос теперь опять остается открытым. И вот за эти 200 лет, которые человечество использует активно в процессе катализа, мы до сих пор еще пользуемся методом научного подбора, тыка, метод проб и ошибок, чтобы определить, а какой же катализатор для конкретной реакции будет наиболее эффективным. Либо наоборот, вообще, вот для данной реакции, какое должно быть соединение, какое должно быть соединение, чтобы оно выполняло каталитическую роль. В последнее время к этому активно привлекают и искусственный интеллект, который пытается предсказать, помочь человеку для того, чтобы установить все-таки действительно, что там происходит в системе. Я знаю, работы в Российской Федерации тоже ведутся в этой области. Ученые пытаются буквально зафиксировать, увидеть каждый каталитический центр, наноразмерный, и проследить его жизненный путь в ходе катализа. Что с ним происходит, какие превращения он притепывает, чтобы понять вообще, что же там происходит. То есть, вот за огромное время использование катализаторов, использование катализа, казалось, что мы еще недостаточно хорошо их изучили, и есть куда стремиться. И вот сейчас с Маратом Ахмедовичем обсудили мировые разработки и мировой прогресс в области катализа. А как на этом фоне выглядят химический институт и фабрика катализаторов, о которой мы говорили в самом начале? Да, надо понимать, что производство катализаторов – это высокотехнологический процесс. Для того, чтобы выдержать конкуренцию в этом сегменте экономики, необходимо каждые 2-3 года улучшать каталитические свойства своих систем, иначе конкурент это сделает и выиграет эту гонку. В Казанском федеральном университете накоплен колоссальный опыт работы и получение гетерогенных катализаторов для нужд нефтехимии, нефтепереработки – это катализаторы гидрирования, дегидрирования, это катализаторы скелетной изомеризации, это селективного гидрирования и так далее. Эти катализаторы пользуются большим спросом современной, в настоящее время на рынке. И мы, используя этот накопленный фундаментальный опыт, конвертировали в производство технологии, производство этих гетерогенных катализаторов. Крупные компании с удовольствием покупают, потому что понимают, что здесь работают действительно специалисты высокого класса, имеющие компетенцию в власти гетерогенного катализа, и понимающие, что же там происходит, и как улучшить каталитические свойства системы, не только за счет изменения самого катализатора, но и, например, за счет изменения внутренней части реакторов, где происходят каталитические реакции. И я считаю, что Казанский федеральный университет в этом направлении занимает лидирующие позиции не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Марат Ахмедович, а что Вы думаете о будущем водородной энергетики? Сейчас очень много говорят о переходе к зеленой энергии, и кажется, что водород... В чем суть водорода? Водород – это отличное топливо. Водород при сжигании выделяет достаточно большое количество тепла в расчете на единицу массы, и главное, при его сжигании образуется только вода. Никакого СО2, никаких других парниковых газов. И в этом плане, конечно, очень интересно развивать способы получения водорода. И какие Вы видите здесь перспективы, Марат Ахмедович, и какие перспективы здесь у разработок в области катализа? Я с Вами соглашусь. Водородная тематика является достаточно популярным направлением современной технологии. И способы получения водорода существуют самые разнообразные. Можно получать водород из воды, можно получать из водород, содержащих органических соединений, допустим. Но в любом случае необходимо использовать как раз катализаторы. И вот эта водородная энергетика, на мой взгляд, она как бы дала новую жизнь направлению гетерогенных либо гомогенных катализаторов, которые предназначены для получения воды. Большая проблема с водородом, его хранение. То есть, если у нас есть автомобиль на водородном топливе, то просто закачать водород в баллон, как можно сделать, например, с пропаном, не получится. Водород, к сожалению, достаточно маленькая молекула, и он не дружит с металлами. Он вызывает охрупчивание металлов, разрушает металлические баллоны, и, соответственно, просто так его хранить нельзя. А вот если бы автомобиль заправить водой, а потом добавить какой-то катализатор гетерогенный, вода, проходя через него, при необходимом нагреве или электрохимическом процессе, разлагалась на водород, кислород, а дальше уже в двигателе внутреннего сгорания происходил обратный процесс, здесь, может быть, была бы эта проблема решена. Другой вопрос. Мы не сможем обмануть закон сохранения энергии. То есть, мы в любом случае на получение водорода будем тратить больше энергии, чем получим потом при его сжигании. Я ни разу не слышал, что реально хотели воду заправлять в автомобиле. Это прям проект. Кажется, что просто электромобиль лучше. То есть, прям очевидно, что лучше. Да, станции, которые могли бы водород заправлять, там, в принципе, предполагалось, что на станции идет электрохимический процесс. То есть, эту станцию заправили водой, машина приехала, водород там уже образуется. Но что в машине, это фантастическая идея. Если так уж профантазировать, в принципе, такая машина, по-моему, японцами была создана лет 20 назад. У нее были эти самые фотоэлементы на крыше и использовали энергию солнца для того, чтобы воду расщеплять на водород и кислород. Ну, видимо, достаточно сложное производство, дальше не пошло. Ну да, тут просто КПД будет не очень эффективно. То есть, лучше как-то пытаться преобразовать на прямую электрическую энергию в движение. Да, совершенно верно. Тут, получается, мы должны электроэнергию получить, с КПД там 40%, да, из нее получить водород. Ну, попытки были, тем не менее. Ну, вообще, перспектива ездить на воде, конечно, замечательная. Хотя, кое-кто ездит на спирте. На спиртовой тяде тоже хорошо. Вот, Михаил Искандерович, если можно, я еще пару слов скажу о нашей фабрике катализаторов. Это действительно очень важное производство, которое в настоящее время активно функционирует, вырабатывая нужные для нашей промышленности катализаторы. Но я хочу отметить еще очень важную роль этого сооружения, этой фабрики в том, что это есть площадка для того, чтобы обучать наших студентов-химиков этому непростому ремеслу создания гетерогенного катализатора, высокоэффективного катализатора, обучить их и привить им компетенции, чтобы они понимали, как вообще протекает процесс. И, возможно, вот из этих студентов, которые там сейчас обучаются, когда-нибудь появится еще один нобелевский лауреат, который расскажет миру, поведает миру о каком-то очень значимом фундаментальном свойстве гетерогенного катализатора. И в конце концов, все станет на свои места, все станет понятно. Я очень на это надеюсь. Да, тоже хотелось бы, конечно, на это надеяться, потому что пока проблема в поиске новых катализаторов решается действительно очень тяжелым путем. Какого-то общего алгоритма пока нет. Спасибо, Марат Ахмедович. Мы обсудили очень важную тему катализ и катализаторы. Мы живем благодаря катализаторам, едим благодаря катализаторам, ходим в одежде благодаря катализаторам, ездим на машинах благодаря катализаторам и много чего еще. И Химический институт Казанского федерального университета это один из лидеров и в России, и в мире в области исследований катализа и в производстве катализаторов. С нами был директор Химического института имени Бутлера Казанского федерального университета Марат Ахмедович Зиганшин и я, доцент кафедры физической химии Михаил Ягафаров. Редактор субтитров А.Семкин